Итак, коллеги, напомню, что у нас сегодня третий день, третье занятие из курса персональной инвестиции. Тема нашего сегодняшнего занятия – это риск менеджмент и построение торговой системы, но, безусловно, мы коснемся тех аспектов, которые затрагивали на предыдущем вебинаре, для того, чтобы это несколько резюмировать и подытожить то, что мы проходили ранее. Особенно актуально сегодня будет посмотреть то, какие выходили данные по США. Данные вебинар традиционно я стараюсь проводить как раз первую пятницу, точнее, на первой неделе каждого месяца, для того, чтобы мы смогли оценить и посмотреть важные события, которые публикуются на эту неделю, и вместе могли их посмотреть. Итак, еще раз перед началом скажу, что если у вас остались вопросы с предыдущего вебинара, которые хотелось бы осветить, которые хотелось бы затронуть, пожалуйста, напишите их в чат, и мы обязательно сегодня в ходе вебинара к ним вернемся и их разберем. Пока перед началом, как всегда, предупреждения о рисках, важно понимать, приходя на финансовые рынки, о том, что работа на финансовых рынках в первую очередь связана с риском, и риски нужно знать. Сегодня как раз одно из аспектов рисковой составляющей у нас, мы поговорим о риск-менеджменте и резюмируем эти данные. Итак, хотелось бы начать как раз с тех данных, которые были опубликованы сегодня. Это показатель неопсознанных рабочих мест вне сельского хозяйства, non-farm payrolls, и давайте посмотрим, какие выходили данные. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана, от вас мне потребуется подтверждение того, что вы видите мой экран, и мы, соответственно, посмотрим, что у нас было. Сейчас перед вами должен отображаться экономический календарь, напомню, на сайте Admiral Markets в разделе «Аналитика», вы его можете найти, он имеет название «Календарь Форекс», и на нем вы можете отфильтровать все важные события, которые публикуются на неделю, можно посмотреть предыдущие. Итак, коллеги, поставьте, пожалуйста, плюс, если сейчас перед вами виден календарь Форекс, и я могу, соответственно, начинать о нему рассказывать. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Отлично. Итак, что же у нас было, давайте разберем. Во-первых, когда мы отслеживаем те экономические индикаторы, у которых есть какое-то определенное значение, я напомню, что есть несколько видов, к примеру, выступления главы Центрального банка, то есть там нет никаких количественных показателей, здесь есть в целом отчет, который также можно найти, первоисточники почитать для тех, кому это интересно. Можно уже после, несколько позже, найти адаптированный перевод, но, тем не менее, там нет каких-то количественных показателей. В отличие от этого, если мы рассматриваем макроэкономические индикаторы, такие как, к примеру, количество созданных рабочих мест и сельского хозяйства, здесь есть три показателя, которые для нас важны. Это предыдущее значение, это прогнозное значение и то, что выходит по факту. Соответственно, что мы видим сейчас? Мы видим, что предыдущее значение было 219 тысяч, ожидали снижение на 180 тысяч, то есть уже в рынок было заложено ожидание более худшего исхода месяца по данному показателю. А по факту вышло еще в два раза хуже, чуть меньше, чем в два раза, но, тем не менее, хуже для американского доллара. И, соответственно, по всем признакам данный показатель должен быть негативным для доллара. Что, собственно, мы и видели в самом начале, когда стали публиковаться эти данные. И давайте посмотрим на минутном таймфрейме, как рынок на это реагировал. Соответственно, в 15.30, когда вышли эти данные, рынок ушел, мы сейчас рассматриваем, для примера, пару евро-доллар, то есть доллар подешевел, и движение было порядка 33 пунктов. Но, на самом деле, не такое большое для non-farm payrolls, как мы могли видеть, несколько лет назад, когда движения были порядка 100-150 пунктов, это было вполне нормально. Ну, даже, наверное, не два года назад, а четыре-пять лет назад. Сейчас все-таки реакция рынка на данный показатель, она несколько снижается. Да, коллеги, сейчас перед вами должен быть терминал, поставьте на всякий случай, чтобы вы его тоже видите. Поставьте два плюсика, чтобы я мог отличить. Да, отлично. Итак, данные вышли несколько противоречиво, и я сейчас поясню, почему. Во-первых, показатель вышел хуже, да, и мы видим первую реакцию рынка на это, падение доллара, ну, буквально всего на 30 пунктов. В следующие несколько минут уже данное падение прекратилось, и фактически потом мы видели движение на оборотное укрепление доллара. И с чем это было связано? Во-первых, важно обратить то, что вместе с показателем non-farm payrolls выходил такой показатель, как уровень безработицы. И в отличие от данного показателя мы видим, что в целом уровень безработицы снизился. Поэтому здесь мы можем трактовать, что данные действительно вышли противоречиво, и рынок среагировал неоднозначно. У нас были вопросы касательно торговли по новостям, и я приводил пример, но сейчас, наверное, расскажу свое мнение. По данному вопросу, на мой взгляд, торговля исключительно по новостям сейчас несет в себе больше рисков, чем потенциальная прибыль, по той простой причине, что рынок не всегда реагирует на них однозначно. И этих факторов, этих показателей настолько много, что отследить каждый из них в отдельности, интерпретировать и, соответственно, открыть под эту новость сделку действительно проблематично. Мы рассматривали пробойное движение в среду, когда... Это, наверное, самая популярная торговая стратегия, которую вы могли увидеть, которую наверняка слышали уже при первых знакомствах с финансовыми рынками. Но, тем не менее, эффект по ней последние несколько лет, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. И использовать данную стратегию в работе я не могу. И тому яркий пример это то, что у нас было, собственно, сегодня. То есть, вышли данные, движение было порядка 30 пунктов. То есть, даже если шли сразу же в момент, когда это движение началось, то выйти из рынка, собственно, у нас было на это 30 пунктов и одна минута. Дальше уже мы видим, что курс снизился. Сейчас он торгуется фактически даже ниже минимум, которые были до выхода новости. И поэтому верность получения отрицательных сделок здесь гораздо выше, в том числе, по данной новости. Поэтому всегда учитывайте основное направление, основное движение. И в этом случае торговля будет максимально эффективна. Если взять последний промежуток временной, год-полтора, то в большинстве случаев, когда выходили эти данные, когда выходил показатель Non-Front Parallels, движение продолжалось в сторону основного тренда, основной тенденции, которая была заложена. И сейчас, если говорить о текущей ситуации, мы фактически видели попытки выхода из как раз нисходящего движения, то, что мы разбирали в среду, но пока оно не подтвердилось. То есть фактически сейчас евро, пара евро, говорит нам о том, что пока мы не готовы идти дальше на укрепление. Сейчас тенденция нисходящая продолжилась. Но, в свою очередь, уже на следующей неделе, если мы увидим выход из данного, можно сказать, боковика, который сформирован, то уже отработаны новости. То есть рынок уже среагировал, рынок уже их отработал. И дальше уже движение может продолжаться в сторону основного тренда, в сторону основной тенденции. Также, коллеги, если есть вопросы в этом отношении, то, пожалуйста, можете мне их сейчас написать. Я вам на них сразу же оперативно постараюсь ответить. Пока по данному макроэкономическому событию, который выходил, я сказал, рассказал вам свое мнение, что я по этому поводу думаю. То есть не нужно ориентироваться на, наверное, одну новость, которая выходит. Безусловно, когда мы говорили о предпосылках Brexit, когда это происходило, безусловно, движение в 3000 пунктов привлекательно для трейдеров. Но всегда важен пункт о том, что риск неопределенности в этом случае будет гораздо выше. И с точки зрения жизнеспособности данной торговой системы, то ее шансы крайне низкие. В этом отношении мое мнение. Хорошо, сейчас у нас тема нашего сегодняшнего занятия – это риск-менеджмент и торговая система. Прежде чем мы перейдем к первому вопросу торговой системы, задам вопрос вам, уважаемым участникам. Вопрос касательно риск-менеджмента. Напишите мне, пожалуйста. Достаточно простой вопрос, он составляет всего лишь небольшую часть. То, что я сейчас задам, это не есть риск-менеджмент в целом, это его лишь небольшая составляющая, но тем не менее. Напишите мне, пожалуйста. У нас, я знаю, что есть те, кто уже имеет опыт торговли на реальных счетах, есть те, кто только на демо пока еще работает, но пока мы сейчас не будем это разделять, мне интересно ваше мнение в целом. Поставьте, пожалуйста, плюс. Те, кто стоп-лосс использует постоянно, всегда. Если вы его периодически не ставите, то значит это минус. Те, кто его не использует, то поставьте, пожалуйста, минус. Как у вас с этим обстоят дела? Да, используйте. Да, Дмитрий Сергей Олег. Надеюсь, я вижу, не использует. Участник с ником 2 буквы М тоже не использует. Павел. Использует. Хорошо, то есть уже какая-то деятельность, какая-то работа в этом отношении у вас уже было в проведении. Артем не использует. Хорошо. Ну-ка, я имею в виду, спасибо за ответы. По поводу использования стоп-лоссов я вам чуть далее так же расскажу свое мнение. Итак, сейчас перед вами слайд построения торговой системы. Что такое торговая система? Я уже касался этого вопроса ранее, в понедельник мы это несколько затрагивали, но, как и обещал, сегодня мы расскажем вам это более подробно. Что такое торговая система, если обобщить это понятие? Торговая система – это тот принцип, по которому вы входите в рынок. То есть те особенности, те закономерности, которые вы можете отследить на рынке и, соответственно, исходя из тех или иных данных, принять решение по входу в рынок или по выходу из рынка. На мой взгляд, торговая система должна быть максимально простой и понятной. Если вы находите в интернете где-то торговую систему, скачиваете ее, ну, условно, если к ней дополняются различные, большое количество индикаторов, важно с ней разобраться. Потому что если вы не понимаете, почему по ней нужно входить, то лучше этого и не делать. То же самое могу сказать про аналитические статьи, по различного рода сигналы. А когда вы получаете, например, какое-то уведомление, что такая-то ситуация, в какую-то сторону, то есть, например, покупать, так вот, так вот, и профит туда. На мой взгляд, это абсолютно не жизнеспособно для трейдера. По той простой причине, что понять и оценить, почему вы это делаете, абсолютно невозможно. Да, и зачастую понять, что имею в виду тот или иной трейдер, который делился этим сигналом, да, или этой аналитикой, довольно-таки сложно взять этого внимания, да, для того, чтобы, возможно, получить обобщенные данные и дополнить их к вашему видению рынка, это имеет место. Но помнить, исследовать тому и иному принципу, на мой взгляд, абсолютно неправильное решение. Торговая система, в первую очередь, должна быть для вас понятна. И у каждого трейдера в итоге будет сформирован какой-то свой подход, своя торговая система, которой он будет придерживаться. Я уже говорил о том, что двух трейдеров с одной торговой системой за, наверное, более шести лет, работаем в данной сфере, я не встречал. У каждого свой подход, свое видение рынка, свои торговые возможности и свои принципы анализа. Так вот, но, тем не менее, что должно быть, да, в торговой системе? Сейчас мы перечислим эти факторы и дальше перейдем в метатрейдер и разберем уже с точки зрения текущей ситуации, посмотрим также по паре евро-доллар. Я расскажу, как я следую этим методам, да, этому спорту. Итак, что у вас должно быть? Это, во-первых, набор технических сигналов, которые вы используете для входа в рынок. То есть, технический анализ, как мы говорили ранее, он больше нам помогает нам подберить точку для входа. То есть, во-первых, мы можем отследить основной тренд, основную тенденцию и выбрать наиболее оптимальную точку для входа. Следующий – это набор фундаментальных факторов. То есть, когда я это использую следующим образом. То есть, фундаментальный фактор для меня создают картину в целом по той валюте, по тому инструменту, по индексу, по акциям, которые я рассматриваю. И, безусловно, они важны, но они важны в целом, да, как показатель развития страны, экономики или какой-то отдельной компании. Одна новость, которая выходит, она может иметь важное значение, скорее всего, именно для фондового рынка. Об этом более подробно рассказывает мой коллега Фредерик. И вчера у него был вебинар по акциям компании, которая владеет всем известным брендом Zara. На YouTube-канале у нас уже добавлено видео. Я рекомендую зайти, посмотреть, как правильно оценивать акции и как это, соответственно, можно использовать. Если мы говорим о акции, то фундаментальные данные, наверное, на фондовый рынок влияют больше, чем на валютный рынок. Потому что одна негативная новость о компании может существенно снизить их акции. То есть, падение может быть на 20, на 30, на 40, на 50% и более, да, буквально за один торговый день. И, к примеру, этому было достаточно много. Если мы говорим о валютном рынке, то риск как раз данного движения, он практически минимизированный. Исключения, их, в принципе, можно перечислить. Это то, что было в 2014 году с швейцарским франком и, собственно, Brexit, то, что мы видели в прошлом году. Это буквально те недавние события, которые мы можем к этому привести. Но, на самом деле, их, как мы можем судить, не так много. За последние три года их было всего фактически два. Поэтому вероятность этого будет меньше. Для себя я отслеживаю важные экономические данные, такие как, например, non-paramperos. И здесь важно быть в курсе, когда они выходят. Особенно, если у вас по валютной паре, по которой у вас открыта сделка, необходимо отслеживать эти данные. Если вы, как, к примеру, многие из участников поставили, что не используют стоп-лосс, вероятность получения большего выкача была изначально запланирована, она крайне велика. И если вы не отслеживаете, когда выходят новости, пользуясь, по крайней мере, простым экономическим календарем, который есть на сайте Admiral Markets, либо добавляя новости на ваш метатрейдер, это можно сделать с помощью метатрейдера 4 Supreme Edition от Admiral Markets. Вы всегда будете в курсе этих важных событий. И, наверное, добавлять эти новости на метатрейдеры, это будет более удобно. Вы всегда можете отследить и всегда их можете видеть непосредственно на графике цены. Иногда можно забыть, посмотреть экономический календарь, но вы все равно смотрите терминал, и когда у вас на терминале они нанесены, то уже больше понимания и на рынке это дает. Олег задает вопрос, есть видео, как его подгрузить в терминал. Я сейчас покажу, как это сделать. Есть видео, как установить метатрейдер 4 Supreme Edition. Также у нас на YouTube-канале, на главной странице, есть данные разделы, установленные туда добавлены. А как установить данный индикатор, я дальше уже чуть позже покажу, когда мы перейдем метатрейдер. Следующий набор торговых тактик, которые используются в различные торговые ситуации. Сюда мы относим, например, торговую по тренду, торговую против тренда, добавление по тренду и различные способы максимизации прибыли либо минимизации рисков. К примеру, когда вы совершаете сделку по тренду, мы уже разбирали, я уверен, что вы знаете, что сделки по тренду, которые имеют большее значение для инструмента, которые вы рассматриваете, они всегда будут более, то есть приоритет нужно давать этим сделкам. И с точки зрения риск-менеджера, то можно разделять. То есть, если вы сделку открываете по тренду, то вы закладываете стандартный риск. Если вы сделку открываете контртрендовый, то уже риск, к примеру, дробить, то есть в два раза, в три раза от своего стандартного значения. Еще очень часто встречалась торговая стратегия. На самом деле все меньше и меньше трейдеров, к моему счастью, используют это. Но это даже больше не стратегия, а борьба с собственной головой, то есть, что называется, психология трейдинга, когда не устанавливается стоп-лосс. И, может быть, те участники, кто присутствует, могут несколько поделиться, поставить плюсики. Если было такое, у меня такое было в начале моего пути, в данной сфере, когда сделка не закрывается, она уходит в минус, и мы не можем принять данный убыток. Сделка открывается в сторону убытка, то есть мы начинаем усредняться на убыток. То есть цена прошла 100 пунктов не на нашу сторону, мы открыли еще одну позицию, также убыток еще прошло, еще, еще, еще начинаем добавляться. И здесь вот этот момент усреднения на убыток, он очень действительно опасен, потому что рано или поздно он может привести ваш депозит к достаточно серьезной потере. Причем, если мы говорим о вероятности до этого, здесь очень простой пример, который я сейчас постараюсь описать, как раз это мы обсуждали с одним из трейдеров несколько лет назад, когда убыточные позиции не закрывались, и, безусловно, если вы открываете позицию в сторону тренда, то есть тренда, который не в новом таймфрейме, и постоянно усредняется, здесь вопрос, наверное, депозита, то есть хватит его или не хватит на то, чтобы переждать данную ситуацию и пойти дальше вместе с рынком. То есть, возможно, даже в какой-то части это даст определенный результат. Но здесь начнет работать психология. Рано или поздно найдется та одна сделка, та одна позиция, которая просто унесет весь депозит в минус, и никакого положительного эффекта от этого не будет. То есть, вроде это работало, то есть, как будет думать наш мозг? Это работало, у меня это получалось, почему бы не сейчас. И мы продолжаем открывать и открывать, что называется, стремятся на убыток, и позиция уходит все больше и больше в минус. Примеров этого было очень много, когда происходили развороты тренда, и многие трендеры, соответственно, закрывали очень большие убытки, и это тоже нужно контролировать. Всегда нужно знать, чем вы рискуете. Следующий – это набор финансовых инструментов, в котором вы совершаете основной объем сделок. На мой взгляд, если вы выбрали для себя торговую систему, которая универсальна для валютного рынка, для фондового, для индексов, сырья, то чем больше вы используете инструментов, безусловно, с разумным ограничением риска, то такая система, такой подход будет более жизнеспособна, чем открывать одну позицию по какому-то одному инструменту, максимально допустимый риск на одну позицию закладывать, чем дробить данную рисковую составляющую между большим количеством инструментов. То есть, опять же, это, в принципе, диверсификация. Если вы только начинаете рассматривать для себя валютные пары, такие как пары, в которых есть доллар, евро-доллар, фунт-доллар, квитанский фонд, ну, я думаю, вы без меня это хорошо знаете. И сейчас все более и больше интерес к индексам. Вот, для примера, мы также в наш обзор включаем индекс DAX, DAX 30, это основной индекс Германии, который, в отличие от валютных пар, да, волатильность по нему постоянно увеличивается последние несколько лет. То есть, движение интереснее, движение выше, волатильность выше и, соответственно, интересное движение по данным паре, он также, по данному инструменту, также выше. Поэтому здесь, на мой взгляд, универсальная торговая система, которую можно применять на всех рынках, это более интересно. То есть, здесь вы не привязываетесь. Если по валютам все стоит, то перейдите на золото, перейдите на индексы и, собственно, там уже можно будет найти ситуацию для открытия позиции. Следующее, это строго регламентированный формат оргового плана. То есть, вы для себя должны пункт за пунктом следовать момент открытия позиции. То есть, это фактически то, что мы описали выше. То есть, когда вы открываете сделку, вы должны на себя ставить галочки, что есть технический сигнал, сегодня новостей нет, я буду исследовать такой-то на тактике, то есть, к примеру, работа по тренду, и это, к примеру, валютная пара такая-то. Собственно, все в едином виде. Это будет в том числе полезным для того, чтобы проанализировать ваш результат, ваш итог по прошествию какого-то времени. Потому что, если вы открываете сделки в роднобой, просто потому что мы видим сейчас на рынке какое-то движение, мы видим, что цена падает или растет, мы хотим присоединиться к рынку и начинаем совершать хаотичные действия. То есть, фактически анализировать начинаем только после того, как вошли в рынок. Вот это, наверное, тоже один из самых губительных факторов, который может встретить каждый трейдер. Ну и, конечно, у каждого трейдера в итоге появляются свои правила, которые будут относиться к рабочему распорядку, к временному, к инструментам. Потому что есть трейдеры, кто, к примеру, торгует только в европейскую сессию, например, не трогает американскую, есть те, кто торгует ночью в азиатскую и тихоокеанскую торговую сессию, есть те, кто торгует только Америку. То есть, соотношений очень много. В большинстве случаев те трейдеры, кто приходит в данную сферу, это частные трейдеры, то есть те, кто хочет найти для себя какой-то дополнительный источник дохода. И не всегда есть время 4-5 часов в день уделять на анализ рынка. На мой взгляд, это не нужно. То, что вы гипнотизируете график, от этого ничего не применяется. И, тем не менее, уже из каждого из вас будет сформировано то отношение к рынку, который будет подходить только вам. На первом этапе, безусловно, важно рассмотреть различные торговые системы, различные торговые подходы, и уже в итоге выбрать то, что действительно для вас будет подходить. Итак, давайте сейчас перейдем к метатрейдеру и уже посмотрим точно так же с позициями пары евро-доллар. То есть, так как у нас уже прошли данные события, мы уже можем некоторую интерпретацию сделать. Фактически это будет некоторая коррекция того, что мы делали в среду, потому что мы с вами предполагали, что тенденция продолжит свои движения дальше на укрепление евро. Но так как в эту пятницу выходили данные, иногда это может спутать карты на несколько дней, и уже посмотрим, как это будет происходить дальше, как это можно будет использовать в дальнейшем. Итак, коллеги, сейчас я также делаю демонстрацию экрана. Мне от вас потребуется подтверждение, что виден терминал. Сейчас одну минуту. И посмотрим уже непосредственно, что мы можем сейчас наследить на рынке. Сейчас одну минуту. Запускается презентация. Да, вижу, что пока вернусь к вашим комментариям. Пишет, что было. Олег пишет, плюс-минус, но прежде больше так не делал. Моя первая сделка, я ее помню очень хорошо, была совершена как раз на Non-Farm Payrolls, потому что это та торговая стратегия, которую преподносили как одна из самых эффективных. Можно очень быстро получить прибыль. И мной были выставлены два сложных ордера на покупку, на продажу, как это обычно делается. И на тот момент минимальный объем, который можно было использовать, был один лот, депозит на тот момент был совершенно недопустимый. Это я сейчас знаю для данного объема, порядка 4000. И движение 50-70 пунктов плюс, затем 80-90, в данной сфере и работа на финансовых рынках это не так-то просто, как это могло быть на ДМС счету. Ну вот это была первая сделка, которую я, наверное, уже точно никогда не забуду. Итак, сейчас перед вами должен быть метатрейдер. Поставьте, пожалуйста, плюс. Да, вот Дмитрий. Вижу, что Дмитрий уже плюс поставил. Да, Максим, спасибо. Хорошо, отлично. Итак, как и обещал, что касается хвостей. Устанавливаем метатрейдер 4 Supreme Edition. Его можно найти на сайте Admiral Markets в разделе платформы метатрейдер 4 Supreme Edition. Устанавливаем, скачиваем. Устанавливается он поверх вашего терминала. Для того, чтобы он полностью работал на русском языке, необходимо сначала перейти, если он не будет сразу же работать, сначала перейти на английский, переключить метатрейдер, затем обратно на русский, и все будет у вас корректно отображаться. Далее, когда его уже установили, переходим в раздел «Навигатор». У нас появляются два дополнительных, это индикаторы и советники. Здесь нам нужен индикатор, который называется «Адмирал календарь». Он находится в разделе «Индикаторы». Нажимаем на него два раза. Здесь есть определенный фильтр. Я выбираю только «High only», то есть только те, которые значимы в событии, и показывать только предстоящие. То есть здесь можно выбрать прошедшие и предстоящие, предыдущие не так важны, поэтому я, как правило, оставлю только «Будущие». И нажимаем «Ок». Что, соответственно, мы видим? Мы видим, что, когда мы установим данный индикатор, у нас появляются события, которые планируются, к примеру, на следующей неделе в виде таких индикаторов. Здесь это, по крайней мере, сигнал к тому, что в этот день, в этот момент что-то должно произойти. Здесь данные отображаются на английском языке, так как для оперативности, чтобы они обновлялись максимально быстро, используется английский язык. Но, тем не менее, вы всегда можете перейти в экономический календарь, посмотреть расшифровку, то есть что это за новость. Здесь так вы, по крайней мере, будете знать, что эти данные выходят. И точно так же по каждой стране. То есть здесь, например, показано, что выйдут данные по Германии, это будет затрагивать, в первую очередь, евро, и по США выйдут данные уже 13 апреля, это у нас будет четверг, то есть вот фактически на следующей неделе не так много этих данных. и, в свою очередь, рынок может продолжить свое движение, которое было выбрано ранее. То есть уже фактор, который будет влиять на него, не так много. Итак, что мы видим сейчас по паре... Перешел сейчас обратно в чат, то есть что Артем задает вопрос, есть ли раскладка событий по истории, а хотел увидеть, как цена уже отреагировала на определенную новость в прошлом. На самом деле, да, то есть вы, как я уже показал, можете включить данный инструмент, но показать и историю, и фактически у вас будут точно такие же значки по каждому событию, по данному инструменту, по истории. И для анализа вы это, безусловно, можете использовать. Это можно сделать. К тому же можно использовать различные аналитические порталы, где эти события хранятся, возможно, в большем объеме, если хочется углубиться в историю, посмотреть данные за более поздний период. Итак, что на текущий момент происходит по паре Евродар? Сейчас одну минуту. А что происходит по паре Евродолар? Если мы отметим более крупный таймфрейм, здесь мы можем разграничить, во-первых, несколько составляющих. Что на текущий момент, на мой взгляд, важно с точки зрения технических сигналов? Здесь важно то, что в марте мы видели обновление локальных максимумов, уход выше 1.0828, это максимум, который был в феврале, в начале февраля. И в марте эту картину, этот уровень пробили, и от него пошла коррекция. То есть коррекция после пробития важных уровней это вполне нормально. Дальше мы рассматриваем... На текущий момент я даю предпочтение больше на продолжение восходящего движения по евро, до тех пор, пока мы остаемся выше отметки 1.05, долгосрочного уровня. Что касается краткосрочных уровней, то здесь мы можем отметить уровень в области 1.06, уровень поддержки, вблизи которого мы можем точно так же получить остановку и продолжение дальнейшего восходящего движения. Что касается повторного присоединения по данной паре, оно будет возможно и будет интересно в том случае, когда мы увидим по меньшему таймфрейму, то есть в том числе по часовому, как рассматривают, а я обновление локальных максимумов, то есть уход выше максимума в сегодняшней торговой сессии и уже это нам подтвердит остановку с последующим движением, восходящим к целевым отметкам. Ближайшая цель этого восьте 1.08,90 максимум, который был, соответственно, 27 марта, то есть перехаря данного уровня. Но вот данную картину, то есть то, что я обозначил, ее необходимо именно дождаться. То есть это не значит, что сейчас нужно покупать и в ожидании данной ситуации. То есть эта картина может появиться гарниш, то есть цена может уйти еще на определенное количество пунктов ниже и уже, если не в понедельник, то мы можем получить это сильно во вторник, среду, в четверг и только после этого в уровне входить. Но данное подтверждение, оно здесь, безусловно, должно быть. И что касается пары евро-долларов, то, на мой взгляд, данная ситуация до тех пор, пока мы находимся выше отметки 1.05, в сторону глобального движения, будет наиболее интересно на текущий момент. Если мы в ближайшие несколько дней, на следующей неделе, сможем уйти ниже 1.06, то здесь, скорее всего, нужно будет взять паузу и посмотреть, как будет двигаться рынок дальше. Потому что уже обновление данного меню, то есть возврат фактически к тем целям, которые были выше, он может несколько сфектировать. И здесь я уже буду использовать, к примеру, уменьшение риска данного входа в позиции, потому что вероятность неопределенности она будет несколько выше. Соответственно, если говорить о тактике, то здесь, опять же, с позиции риск-менеджмента, то есть пока цена остается выше среднесрочного уровня, того, который я отмечал здесь, то все остается в приоритете основного направления. И риск будет использоваться стандартно, то есть, к примеру, 1% от депозита. По движению, опять же, есть несколько способов. Можно устроить профит на тот уровень, вероятность которого достижение до локальных максимумов, она будет выше. То есть можно зафиксировать позицию по тем максимумам, которым цена может подойти, потому что потом может последовать вновь коррекция, и эта коррекция дает возможность присоединиться к рынку вновь. А что касается установки take-profit, то не нужно его ставить на самый максимум. Лучше взять 2-3 дня. То есть те ценовые скопления, в которые попадали как минимум 2-3 дня, в данном случае будет целесообразно поставить в область 1.08.69, то есть как раз максимумы середины 27-го числа и максимумы 28-го числа, то есть примерно в данной области. И в данном случае это будет целесообразно. То есть цель по прибыли будет находиться здесь. А если цена не уходит ниже, то есть если мы фактически видим, что там, где цена находится сейчас, это локальный минимум, то стоп-лосс, да, уровень стоп-лосс, он также устанавливается на минимальное значение. Опять же мы получаем картину уже того, той сделки, которую мы можем спланировать. То есть у нас есть цель по прибыли, есть потенциал по убытку, то есть тот, который мы можем потерять, и фактически это та позиция, которую мы можем для себя распланировать и разграничить. А теперь сюда давайте дополним такую составляющую, как риск-менеджмент. Да, Олег, спасибо. На сайте AdnoRomartes также есть история новостей, но она, как я уже говорил, за небольшой промежуток времени, то есть если есть желание проанализировать какой-то более крупный масштаб, то, соответственно, нужно воспользоваться какими-то аналитическими порталами. Хорошо, следующий у меня, коллеги, вопрос к вам. Давайте про потенциальную прибыль, мы с вами говорили на первом занятии. Напишите мне, пожалуйста, сейчас в чат, какой риск вы используете на сделку. То есть напишите, пожалуйста, сумму в процентах от вашего депозита, какое в среднем значение вы рискуете в одной позиции. То есть один процент, пять процентов, десять процентов, сто процентов. Пожалуйста, напишите. Один, два. Два процента. Олег, два процента. Если вы напишите десять процентов, пятьдесят процентов, я не буду вас за это ругать. Ну, может быть, конечно, поругаю, потому что считаю, что это не совсем правильно. Но тем не менее, мне хотелось бы понимать, как вы это используете, потому что я эту цифру, да, называл, там один процент и два процента. То есть это, в первую очередь, необходимо также для вас, для вашего понимания, ну и, собственно, для меня, чтобы мне рассказать про это более наглядно. Хорошо. Сейчас перед вами таблица. Таблицу эту я позаимствовал у своего коллеги несколько лет назад, до сих пор это уже использую на вебинарах. Да, вот не использую процент, использую сумму, которую можно потерять при стопе. Это совершенно правильно, да, сумму, которую можно потерять, но, как правило, она рассчитывается именно от размера депозита. И сейчас вот я поясню, почему. Во-первых, риск, что касается риска, да, особенно на начальном этапе, когда вы формируете торговую систему, следить за риск-менеджментом, на мой взгляд, наиболее важно, даже чем за торговой системой, по той простой причине, что риск-менеджмент, он может сохранить жизнь вашему депозиту, да, что это называется. Если вы используете один риск на сделку, да, открывая одну позицию, к примеру, вы закладываете риск 1%, то у вас фактически 100 попыток, да, на то, чтобы получить прибыльную сделку. Если дальше вы уже начинаете соотносить сделку в отношении риск-прибыль, то есть выбирать те сделки, в которых вы заработать можете, чем потерять, это сыграет дополнительно вам на руку. То есть рискуя 1% заработать, может быть, например, 5, да, или 2%, или 3%. Но, тем не менее, перед вами приведена таблица, где видно, что, к примеру, по прошествии 12 сделок, если у вас риск 1% на одну сделку, у вас, в вашем распоряжении, все еще остается 88% под депозитор. Как только мы видим, что процент риска смещается вправо, да, особенно, когда вы не ставите 100-плос, то есть тут вообще риск, он может быть, сразу же ставьте 100%. То есть тут не 1%, тут вы рискуете 100% от вашего депозита. И, например, при 10%, то есть уже, там, к 6-7 сделке у вас остается меньше половины от вашего депозита, и восстанавливать его гораздо сложнее. Тем более, в долгосрочной перспективе, опять же, большой риск не дает выживаемости, да, для вашего депозита. В этом отношении мне очень нравится книга «Носимая Талеба антихрупкость». рекомендую прочитать, если кто-то не сталкивался. Вот там как раз данное мне это было близко, поэтому я с удовольствием прочитал эту книгу. И вот там данная позиция, диверсификация, минимизация рисков, то есть создание антихрупкой торговой системы. Возможно, это будет тема следующего вебинара, возможно, даже обучающего курса. Посмотрим дальше, но такая идея у меня есть. Вот именно переложить эту книгу и оптимизировать для обучающих вебинарах. А вот вижу, Артем пишет, при росте потихоньку увеличил объем, соответственно, сумма автоплоса. Да, риск по всем открытым позициям 6%. Да, все верно. Здесь, спасибо, Олег, что об этом написали, отметили, как раз это то, что я хотел сказать о следующем. Когда вы... То есть один риск, 1% риска, это фактически не гарантирует... То есть его нужно использовать суммарно к вашему депозиту. Если вы открываете несколько позиций и вы закладываете риск 1% на 1 позицию, то есть фактически открыто суммарно 20 позиций с риском в 1%, то есть он дает вам суммарно 20% по всем позициям, безусловно. Поэтому здесь важно ставить для себя ограничители по суммарно открытым позициям. То есть, правда, 1% по 1, до 5% по открытым, но на мой взгляд, 5% это довольно-таки много. Безусловно, все зависит от суммы депозита, потому что чем депозит выше, тем, соответственно, риск мы всегда стараемся уменьшать, потому что в деньгах все равно отдача будет выше, чем при небольших депозитах. Хорошо. Я, коллеги, с вами абсолютно согласен по поводу расчета. Спасибо, что вы этим поделились. И я думаю, для всех участников, кто еще это не использует, это будет максимально полезно. А сейчас давайте я покажу вам, как это можно сделать удобно. Приведем пример для той позиции, которую мы сейчас рассматривали по паре евро-доллар и рассчитаем данный риск с использованием калькулятора риска, который также есть в Метатрейдере. Поставьте, пожалуйста, плюс сейчас, если у вас появился Метатрейдер, если вы его видите. Отлично. Итак, для того, чтобы нам рассчитать риск, давайте возьмем цифру, которую нам будет удобно считать, 10 тысяч, и риск 1% от данной суммы у нас будет составлять 100 долларов. 100 долларов на данную позицию. То есть вот такое соотношение мы берем. Соответственно, мы знаем, что уже планируя эту сделку, мы заранее знаем, чем риск. В этом, опять же, плюс того, когда... Хорошо, сейчас несколько, еще буквально 30 секунд. Вот, коллеги, те, кто поставил минус по поводу стоп-лосса, если вы сделку держите, да, и, ну, то есть не стоит стоп-лосс, бывает ли такое, что всегда следите за сделкой, всегда открываете терминал на телефоне, на компьютере, еще где-то, то есть постоянно находитесь в рынке. Вот это то, что я, опять же, испытал на себе, когда мы не знаем наш риск. То есть это все от того происходит, то, что мы фактически не знаем, чем рискуем. И сейчас я придерживаюсь того мнения, что если у вас неограниченный риск, значит у вас риск 100%. И мы, стараясь, возможно, помочь рынку, я не знаю, что это очень сложно интерпретировать, что движет трейдером в этот момент, что происходит в его мозгу, мы стараемся то ли помочь рынку, то ли заставить все двигаться в нашу сторону, но постоянно смотрим на телефоне, на компьютере, очень сложно даже бывает спать, потому что нужно просыпаться, рынок торгует за 24 часа и некогда отдыхать, что же там происходит в нашей позиции. Так вот, когда вы знаете риск, когда вы его уже определили, поверьте, открыть сделку и оставить ее будет в разы проще. У вас есть фактически два исхода. Вы либо потеряете этот 1%, либо заработаете 4%, либо 3%. Фактически нам важно уже исходность. Вы уже себя ограничили в риске и установили прибыль. В этом случае, уже когда вы знаете риск, когда вы знаете, чем вы рискуете, закрыть терминал будет очень просто, и я призываю, не то что призываю, но, по крайней мере, когда вы присмотритесь к такому способу торговли, это будет, во-первых, и для нервов тоже полезно. Так вот, как мы можем теперь это посчитать? Заходим точно так же в раздел «Навигатор», «Советники» и выбираем мини-терминал. Наносим его на график, у нас появляется в левом верхнем мини-терминал, сейчас он подгрузится, и мы можем рассчитать нашу позицию, то есть каким объемом, как раз то, что вы говорили, каким объемом нужно войти в сделку, то есть исходя из риска 100 долларов. Обязательно считать это на бумажке, можно воспользоваться мини-терминалом. Для этого у нас есть такая шестеренка, кнопка с шестеренкой синей, нажимая кнопку «Контрол» и левая кнопка мыши на эту шестеренку, у нас, прошу прощения, на лоты, кнопка «Контрол» и левая кнопка мыши, у нас появляется окно, на котором написано «Рассчитатель меры лота от стоп-лосса». Соответственно, здесь мы планируем позицию открыть по данным уровням, если поставим туда отложенный ордер или войдем по рынку, у нас в стоп-лоссе будет порядка 72 пунктов. Мы это значение сюда и вписываем. И вписываем риск в деньгах. И мы получаем, что по данной сделке мы можем войти в рынок на целых 13 сот. Мы видим, какая у нас будет маржа, если ты, например, плечу 1,500, то 27 долларов он составит. То есть, естественно, мы уже для себя этот риск посчитали определить. И вот вопрос плеча, да, то есть очень часто задают, что вот большое плечо, зачем я его буду использовать. Его никто не говорит вам, его использовать. Все воспринимают, что если плечо большое, то значит нужно его войти на весь объем, на весь объем и на весь депозит. Это делать абсолютно не нужно. То есть, если вы контролируете ваш риск с точки зрения объема, выбранной позиции и стоп-лоссу, которую вы ставите, то уже плечо оно практически никакой роли не играет. И здесь можно работать, причем 1,500, 1,100, 1,50. Уже это не так важно, не так критично. И, соответственно, уже исходя вот из данной позиции, мы выбрали тот, то есть ситуацию, по которой нам будет интересно войти в данную позицию. Если мы, к примеру, в понедельник с открытием обновления локального максимума, то есть часовой, если час закрывается, по крайней мере, она выше данного уровня, уже можем рассматривать варианты для присоединения по данной позиции. Как правило, увидеть коррекцию в сторону пробега уровня, то, что мы видели, к примеру, по предыдущим, то есть по среднесрочным, то есть, к примеру, был какой-то уровень, его пробили, через несколько дней к нему скорректировались. То есть, также определенная возможность говорить о часовых таймфреймах, то данная ситуация также очень часто бывает. Вот был, к примеру, минимум, его пробили, и то, что мы не присоединимся сразу, это не столь страшно. То есть, во второй половине дня цена опять скорректировалась к этому уровню, не ушла выше максимума, и движение, соответственно, продолжилось. То есть, такой принцип, на мой взгляд, является наиболее удобен, по крайней мере, в использовании данного подхода данной системы. Опять же, если мы увидим данное движение несколько ниже, то есть, если у нас данная формация будет обладываться через день, через два, через три, то фактически мы просто дожидаемся данного паттерна, и уже, искать из этого присоединяемся к рынку. То есть, вот это то, как я для себя это использую. То есть, вот пример простой торговой системы с учетом риск-неджмента и, безусловно, расчетом потенциальной прибыли, потому что в данном случае соотношение риск-прибыль будет довольно-таки интересно. То есть, порядка 200 пунктов потенциальной прибыли и порядка 70 пунктов потенциальной прибыли, то есть, чуть меньше, чем 1 к 3. Рискуя 1% мы можем заработать 3%. И, безусловно, с точки зрения сопровождения позиции я использую следующий способ. Опять же, давайте мы так несколько разграничим на несколько дней, чтобы это можно было показать. Так, к примеру, еще 3 дня. Соответственно, если мы видим, следующий день у нас цена движет дальше по направлению, то есть, обновляется максимум, мы видим следующий, да, импульс у нас формируется, локальный коррекционный уровень, да, коррекционный минимум, потом следующее продолжение. И когда у нас закрывается день, то фактически уже мы можем сначала переместить стоп-лосс практически, да, к точке входа за данный уровень на следующий день, мы можем перевести сюда и так далее. То есть, мы начинаем сопровождать нашу сделку. То есть, это не значит, что нужно открыть одну позицию, ждать там, что сработает стоп-лосс или трех проектов, безусловно, нужно так же разумно и сопровождать позицию с точки зрения риска. То есть, если риск можно нанимить, если рынок это дает, то почему бы это не сделать, да, просто перенести стоп-лосс ближе, за коррекционный уровень, который уже становится выше по ходу движения. Для этого, как я уже говорил, достаточно отслеживать ситуацию на рынке буквально один раз в день, да, либо утром, да, за предыдущий день, для того, чтобы принимать это решение. Это будет вполне, вполне достаточно. И вот, да, сейчас перешел в чат, что Олег Грештопин всегда понятно, куда его поставить. Вот, для меня, что, наверное, самое неприемлемое, да, в установке стоп-лосс, когда я слышу, что стоп-лосс, я устанавливаю прямой, ну, кто-то говорит, да, что стоп-лосс я устанавливаю, там, всегда, на 50 пунктов, или на 30 пунктов. Вот, на мой взгляд, это абсолютно неприменимо. Потому что в данной ситуации, например, стоп-лосс, да, вот, если все пойдет по данному сценарию, стоп-лосс может ставить 70 пунктов, в какой-то момент он может быть 30 пунктов, да, в какой-то момент 20 пунктов, в какой-то момент 150 пунктов. И здесь как раз нужно привязываться к сумме, да, вот, к той сумме, к которой вы рискуете, и выбирать объем, исходя из этого. В свою очередь, если мы посмотрим какие-то другие валютные пары, к примеру, ну, можно посмотреть стоп-лосс. Происходил вот этот перелом в конце марта, да, то есть, с небольшого коррекционного движения мы вновь пошли ниже, то есть день закрыли ниже, а минимум предыдущего дня, то есть произошло это здесь, и, собственно, картина дальше пошла по направлению вниз. Ближайшая цель, да, которая была, опять же, о целях, то есть не берешься цель, которая была здесь, движение с точки зрения соотношения риск-прибыль, оно здесь было нам интересно, и по австралийцу тут более, больший интерес представляло движение, безусловно, дальше вниз. Но, в отличие, к примеру, от евро, да, то есть в случае формирования данного сценария, оно будет, это движение будет более, более интересно. И как правильно отмечают, что стоп должен стоять там, где должен. Здесь, какой принцип, да, то есть установка стоп-лосса, он должен стоять не просто, потому что вам Роман сказал, что его нужно ставить, или вы где-то прочитали, что его нужно ставить, а действительно стоп-лосс должен стоять именно там, в случае прохождения цены дальше вниз или вверх, что не имеет смысла держать дальше позицию. Вот, к примеру, то, что мы разбирали в среду, то есть фактически мы получили сигнал на присоединение, цена скорректировалась в области поддержки, и точно такой же сигнал мы получили ранее. Но, он, цена дальше не пошла. То есть фактически сейчас, уйдя вниз, уйдя ниже этого значения, можем ожидать движения вниз и настой на 200 и на 300 пунктов. То есть пока мы этого не знаем. Поэтому и не имеет смысла держать позицию ниже коррекционного уровня. Простой пример, давайте сейчас нарисую. Когда у вас есть, просто его для себя держите в голове данный паттерн, у нас идет какое-то направленное движение, и практически в данном случае уровни, которые у нас формируются здесь, уровни, которые подойдутся здесь, и будут теми значениями, за которые нужно убирать стоп-лосс, потому что если цена уходит ниже локального минимума, то есть коррекционного уровня, то вероятность нисходящего движения, то есть движение в противоположную сторону, она будет уже гораздо выше, и нет смысла держать эти убытки. Вот Олег также пишет про стоп-лосс, что многие ставят за хай или лол на определенное количество пунктов, смотря вот инструмента. Здесь есть такое универсальное, по крайней мере, то, что использую я. Действительно, если мы говорим о тейк-профите, то он должен быть внутри диапазона, если мы говорим о стоп-лоссе, то он должен быть за уровнем. Как правило, я использую тройной средний спред по тому или иному инструменту. То есть, если, к примеру, по паре евро-доллар средний спред полтора пункта, то поставьте за 4,5 или за 5, за минимум, да, или за максимум, и этого будет вполне достаточно для того, чтобы отследить такое разумное движение. В свою очередь, что касается волатильности на рынке, в рамках 1 Маркетс есть функция, которая была объединена не так давно. Называется «Защита от волатильности», которая также позволяет минимизировать срабатывание стоповых ордеров, срабатывание стоп-лосса, то есть ордера buy, стоп-sell-стоп. И об этом также рекомендую посмотреть. У нас есть на нашем YouTube-канале видео, которое имеет смысл посмотреть, для того чтобы ознакомиться с данной функцией. Ссылку в чат я сейчас вам приложил. Итак, коллеги, по тому, что я хотел рассказать с точки зрения, привести пример по формированию торговой системы, риск-менеджмента, я вам сейчас все рассказал. Фактически нам на это потребовалось буквально полчаса. На мой взгляд, торговая система должна быть точно такой же. Безусловно, если вы углубляетесь в макроэкономические показатели, и ориентируетесь на фундаментальную оценку, безусловно, потребуется больше времени. Но для того, чтобы принять решение, эти факторы должны быть для вас налицо. И это очень важно. Итак, коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, сейчас их напишите в чат. Я пока расскажу о нашем дальнейшем взаимодействии, о нашей дальнейшей работе, как она будет происходить, и как мы будем взаимодействовать дальше. Три занятия, которые прошли, они были направлены на то, чтобы вас ввести, так скажем, в курс дела, чтобы я вам рассказал основные особенности трейдера, для основной торговли. Но трейдеры, как я уже говорил, учатся всегда, учатся постоянно, и это мы делаем вместе на наших вебинарах. Приложу вам ссылки на наш YouTube канал, на канал Admiral Markets, то есть везде в разделе «Видео» вы можете найти последнее видео, которое мы добавляем, это, во-первых, ежедневные обзоры, те вебинары, которые проводит Фредерик, то есть фундаментальный анализ, тематические вебинары по акциям, все это вы можете найти на нашем YouTube-канале, рекомендую сразу же подписаться, чтобы получать уведомления по нему. Далее, вебинары. В разделе «Обучение» вебинары у нас проходят большое количество вебинаров, в том числе тот вебинар, который я провожу по понедельникам, он направлен на то, чтобы рассказать о текущей ситуации, то есть разобрать практически то, что мы с вами делали сейчас по паре «Евродоу», но по всем основным инструментам. И вот этот курс, он направлен на то, чтобы ввести вас в курс дела, что мы, собственно, там делаем. Фредерик рассказывает и приводит аналитику по фундаментальному анализу во вторник в 20.30, по четвергам он проводит тематические вебинары, поэтому всем рекомендую на них регистрироваться и записать. Вот очень интересный вебинар, который будет 20 апреля. Фредерик расскажет о своем пути до становления трейдера, и, на мой взгляд, эта тема очень и очень интересна. Поэтому предполагаю наше дальнейшее сотрудничество, наше дальнейшее взаимодействие. Поэтому в качестве обратной связи всегда у вас есть почта roman.isakov.com, на которой вы можете написать любой вопрос. К следующему вебинару, возможно, у вас будет вебинар, возможно, будет вопрос, несколько отстраненный от данной темы, но тем не менее, связанный с трейдингом или с условием работы в Миромаркетсе, я готов ответить на любые вопросы, которые у вас появляются. Поэтому все буду ждать также на вебинаре, который будет в понедельник, в 19.30, он всегда проходит в это время, и там мы уже более детально разберем. В свою очередь, если у вас появится какой-то момент, когда вы, анализируя рынок, не можете понять, как Олег, например, написал, что не всегда понятно, куда стоп поставить, сделайте скриншот, пришлите небольшое видение, небольшой ваш торговый план, что вы видите на рынке, и мы вместе это разберем. Это будет очень эффективно для всех участников вебинара, в первую очередь, для того, кто этот вопрос задал, и для всех, соответственно, участников, всех слушателей, кто на нем присутствует. Поэтому предлагаю действовать в таком режиме. Как вам такой способ взаимодействия дальнейший? То есть, интересен, будете ли посещать данный вебинар, будете ли присылать свои вопросы, напишите плюсик, то, что угодно в этом отношении. Возможно, для вас будет интересен какой-то дополнительный формат, но всегда обсуждая вашу вот именно ситуацию, всегда это будет более понятно и более наглядно. То есть, я думаю, вы со мной согласитесь. Отлично. Тогда я предлагаю в таком же ключе и продолжать наше сотрудничество. Поэтому буду вас ждать в понедельник на вебинаре, если у вас мало ли не получится присутствовать, то мы выкладываем также запись, на следующий день его можно будет посмотреть, либо посмотреть ежедневные обзоры, которые уходят каждое утро до 10 часов по Москве на YouTube-канале. Они также публикуются. Отлично, коллеги. Считаю, что наша неделя прошла очень благотворно. Для тех, кто пропустил первое занятие уже на YouTube-канале есть, второе появится чуть позже, в понедельник вы сможете его посмотреть, закрепить еще раз. Это же видео тоже для закрепления будет выложено. Вы можете посмотреть предыдущие выпуски из курса персональной инвестиции. То есть, там видео уже, к примеру, где мы разбираем, также день-два он есть, он был проведен 2-3 месяца назад. То есть, его уже сейчас можно там найти и посмотреть. То есть, такая возможность уже есть. Хорошо, коллеги. Тогда на сегодня будем прощаться. Всем желаю хороших выходных. Хорошо, что они есть. Нужно трейдерам отдыхать. Надеюсь, что в вашем городе весна тоже уже стучится, и солнце проникает в окна, освещает рабочее место трейдера. Соответственно, встретимся с вами в понедельник. Посмотрим, что мы сможем увидеть после нон-фармов и как, что нам будет ждать на следующей неделе. Всем спасибо за участие. Спасибо за вопросы, что вместе со мной проводили данное занятие, что принимали активное участие. Это очень отлично. И увидимся в понедельник. Спасибо и до свидания. Продолжение следует...